Рэд Джеймс Уайт Чем скорее они поймут Боль – самый главный сигнал нервной системы Боль предупреждает Мы делаем что-то не так и вредим собственному телу Боль не дает нам разрушить себя Не познав боли, невозможно обучиться выживанию И невозможно достичь жизненных вершин Даррелл был наставником, мастером боли Бесчисленные, неизмеримые страдания, заключенные в нем самом Заставляли его поделиться Раздать их тем, кому предстояло познать боль и все понять Мимо Даррелла прошли мальчишки Обдав его табачной вонью На вид не старше 8-9 лет Рановато для курения Мальчик повыше, с сигаретой, небрежно зажатой в зубах Протянул пачку Ньюпортс маленькому приятелю И тут же закашлялся, поперхнулся едким дымом А видно, пока не привык курить Возможно ли его еще спасти? Даррелл последовал за ними Он вслушивался в их разговор и выискивал удобный случай Преподать мальчику урок На, Сэм, затянись Сказал тот, сунув пачку сигарет другу Нет, Джоуи, ты же знаешь, я не курю Да и мама меня убьет, если я заявлюсь домой, а от меня как от пепельницы несет Сэм протянул курево обратно Джоуи Тот выхватил пачку Бля, Сэм, вот ты лошара Я думал, ты в теме Хотел даже чуть погодя травкой разжиться От нее ты тоже отказался? Конечно Мать меня и забьет до смерти, если почует эту хрень Ну ты, Сэкло, мамочке испугался Да этой, суки, полтинник, че она тебе сделает? Я бы отмудохал мою мама, что ковяк не она Я, блядь, делаю, че хочу Джоуи в одну длинную затяжку докурил сигарету и полез в пачку за новый Он внимательно огляделся Видит ли другие дети на площадке, как он нереально крут Там в парке на скамейке сидел и Даррелл Он наблюдал за мальчиком По щеке Даррелла скатилась слеза Внутри его разгоралась бешеная ярость Ярость переполняла его глаза и извергалась негодованием Еще одного ребенка мы потеряли Прошептал он и вытер слезу изодранным рукавом грязной пестрой шубой Этот ребенок ничего не знает о боли, думал Даррелл Он не понимает, к чему приведут его поступки Для него это веселая игра и должен, должен преподать ему урок Даррелл знал о жизни все и знал все о боли Он знал, боль закаляет дух, делает сильным, приучает к порядку И каждому ребенку нужно пройти через боль Даррелл признавал, что сам потерял собственных детей Он позволил миру забрать их у него А потом, потом мир сломал его детей, как ломает ураган воздушного змея Дети вырвались из-под его опеки и устремились в водоворот наркотиков и преступлений А потом этот водоворот растерзал их и их швырнул в пропасть Сына в тюрьму, дочь в могилу И во всем этом виновен он, Даррелл Ведь только Добренький папочка Слишком многое позволял детям Он позволил им самим решать и ошибаться Он не очень-то их ограничивал И не рассказывал им, к чему неизбежно приводят некоторые поступки Линда и Джейк выросли, считая, что мир вращается вокруг них И что они бессмертны Однако теперь, теперь их нет Именно он виноват в этом Он потерял их Но все же осталось еще так много других детей И их он точно не потеряет Он преподаст им всем урок Даррелл поднялся и вышел из парка вслед за Джоуи Чем скорее они поймут Бормотал себе под нос Даррелл, шаг за шагом, приближаясь к мальчику Табачный смрад, клубившийся в комнате, резал глаза Джоуи Он кашлял, его тошнило Однако снова щелкнул взведенный курок револьвера Джоуи тотчас прекратил кашлять, сунул сигару обратно в рот и затянулся Подле него с револьвером сидел огромный страшный лохматый старик Вокруг все плыло Сердце бешено колотилось Джоуи нема одними глазами умолял старика о пощаде Тот оставался безучастным Джоуи опять закашлялся Старик склонился и наставил на него заряженный кольт 38-го калибра Холодный металл обжег висок Мальчик вздрогнул Его до сих пор подташнивало Он уже выблевал все, что мог Желчь разъедала горло Дым раздирал грудь А ему приходилось снова и снова вдыхать этот едкий дым Джоуи затрясся в рыданиях По щекам покатились слезы Он хотел попросить, вымолить разрешение не курить больше Но не стал Он уже пробовал пару минут назад На что старик схватил его за подбородок и притянул к себе Кривой от злости он так поглядел на Джоуи Будто собирался откусить ему голову Потом крутанул барабан револьвера Приставил дуло к виску мальчика и спустил курок Боек сухо щелкнул У мальчика сжались кишки Яички подпрыгнули чуть ли не до желудка Он задрожал и почти потерял сознание Он видел, как старик вложил в барабан три патрона И знал, если эта русская рулетка пойдет по второму кругу Ему, Джоуи, вряд ли снова повезет Старик вытащил у него изо рта сигару И затушил о свою ладонь Кожа на ладони зашипела и почернела Завязывай с куревом, не то останешься без глаза Прохрепел он так, будто сам только что выкурил шесть коробок Джоуи пришлось взять новую сигару И снова затянуться Никогда прежде он не чувствовал себя таким больным и напуганным От дыма огромной сигары голова кружилась А желудок сжимался в тугой комок Теперь, теперь курение утратило для него всю крутизну и взрослость На полу в пепле среди сотен окурков Валялись шесть пустых коробок от сигар И еще шесть полных коробок Ожидали его Джоуи казалось, он уже не выберется отсюда живым И если его не убьет курева, то наверняка пристрелит этот старик Даррелл, живая страшилка из сказок для детей Словно бы воплотил в себя их ночные кошмары На шее он носил нечто вроде ожерелья, где красовались отсеченные головы кукол Барби Соски пустышки, а также руки и ноги пластмассовых супергероев Поеденная молью шуба оказалась вовсе не ляпистой, как сначала предположил Джоуи А состояла из шкурок мягких игрушек Медвежат, кроликов, больших фиолетовых динозавров На многих даже остались глаза И они смотрели с этого странного покрова Так, точно умоляли их спасти Некоторые шкурки походили на настоящие И напоминали шкуры маленьких кошек и собак На иных даже осталась голова Хотя и без глаз Это причудливое одеяние будто бы сшили в последний миг для домашней вечеринки в канун Хэллоуина Или так должно быть выглядит то самое кладбище, куда отправляются в последний путь волшебные детские мечты Даррел отличался крупным, чрезвычайно крепким сложением и весил более двухсот фунтов На его голове, нечесанной и немытой, в избытке тут и там виднелась седина Кожу сплошь избороздили морщиной Серые глаза на огрубевшем, потрепанном жизнью лице, если в них не разгоралась ярость Смотрели холодно и отчужденно Джоуи много раз проходил мимо него на детской площадке Когда старик, бывало, сидел на качелью Ребята придумывали о нем множество историй Где он похищал и наказывал плохих детей И прозвали его Страшилой Порой, откалывая про него шутки, Джоуи подмечал испуг в глазах некоторых детей Но сам мальчик от души веселился над ними И считал их дурачками, верящими в глупые сказки Теперь же шутки для него навсегда закончились И те истории обрели жизнь В конце концов Джоуи потерял сознание Он так и не смог докурить шестую коробку сигар Даррел отступил, отведя оружие И позволил мальчику упасть на бетонный пол Даррел ушел, оставив дверь открытой А когда Джоуи очнулся То понял, что от дома его отделяло всего ничего И что оказывается, он сидел в отцовском сарайчике для инструментов Джоуи кое-как приплелся домой Постарался крепко уснуть И основательно забыть все пережитое Он ничего не сказал отцу Такие дети никогда ничего не говорят А в глубине души они знают Что заслужили наказание Не осталось больше хороших родителей Родителей, которые бы понимали Когда следует запереть непослушное чадо в дровяном сарае А когда прописать ему хорошенькую порку Да крови, ремнем или розкой Не осталось родителей, которые, вздумая их ребенок Хотя бы хихикнуть на службе в церкви Ущипнут его так, что ему не покажется мало В наши дни родителями управляют дети Они закатывают истерику, если не получают желаемого И папочки с мамочками тут же уступают Лишь бы дети смогли Но неужели родители не догадываются Что их отпрыск быстро утихнет Если знает, завопи он и получит оплеуху И что однажды дети откроют Мир вовсе не вращается вокруг них Он может проехаться по ним колесами Раздавить и швырнуть их Изломанных на обочину жизни Не осталось больше хороших отцов и матерей Которые бы преподали детям этот урок Вот почему им нужен Даррелл Он ушел с заднего двора Джоуи, когда смеркалось Бесчисленные тени вокруг, словно воины ночи Сомкнулись взвод за взводом И осадили целый город Даррелл присоединился к теням Ведь они его друзья-союзники Почти никем не замечен, и он легко ступал среди их сумрачных рядов В армии тьмы он оставался лишь неясным пятном Неким призрачным очертанием Парочка из Кадиллака и Скалейда, припаркованного у дороги Тоже не заметила Даррелла Они вовсю отдавались любви Даррелл сам прошел бы мимо Если бы в глаза ему не бросились школьные учебники на заднем сидении машины Дети, прошептал он с отвращением Дети принародно совокупляются И вот огромный растрепанный старик Крепко обмотав лохмотьями кулак Разбил стекло с пассажирской стороны Как раз в то мгновение Когда тощий голый зад парня поднялся Чтобы поскорее пронзить напряженным молодым членам Свою невмеру страстную избранницу Даррелл схватил парня за волосы И выволок его через окно сквозь град осколков Парень грохнулся на землю и перевернулся Его лицо исказилось одновременно от стыда и злости На вид ему лет тринадцать-четырнадцать Слишком рано, чтобы водить отцовскую машину Не говоря уже о том, чтобы трахаться в ней На нем даже презерватива не было Ты уже готов стать отцом Прорычал Даррелл, схватив парня за руку Тот тщетно попытался ударить старика свободной рукой Потом потянулся к одежде Хотел скрыть спадающую эрекцию Но Даррелл сгреб его за гениталии Парень взвыл Я спросил тебя, мальчик Отпустите его Провопила девица через разбитое окно, прикрываясь одеждой Даррелл отпустил парня и толкнул девицу обратно на сидение С тобой Я разберусь позже Даррелл повернулся к парню Схватил его за пенис И потянул так сильно, что казалось Вот-вот его оторвет Ааа, урод, больно Пусти вать твою Ты че, отец ее? Мы тупо развлекались Мужик, отвали Помогите Опусти, бля Даррелл склонился к парню И тому в нос ударила вонь, отдающая сладкой гнилью Да я оторвал бы тебе хер и держал бы его во льду, пока ты не вырастешь и не поймешь, что с ним делать Потом Даррелл вытащил из машины девицу и прижал ее за горло Я не твой отец, а я забочусь о тебе гораздо больше Говорю первый и последний раз Если еще когда-нибудь я поймаю вас за трахом Будьте уверены, вы уж точно не подцепите ни спида, ни герпеса, ни гепатита И не случится беременности Я оторву тебе хер, а твою манду намажу суперклеем и зашью покрепче Рано вам еще Поняли? Оба кивнули, в глазах стояли слезы Даррелл отпустил их, и они рванули по улице Через дом парень обернулся Трахнутый козел! Я вызову копов! Вызовет, не вызовет Какая разница? В одном Даррелл был уверен В этой парочке все кончено Парень стримглав несся по улице Даррелл прицелился ему в спину и выстрелил Между лопатками у парня словно что-то разорвалось Брызнула кровь Он рухнул на асфальт лицом вниз Раздался мокрый шлепок Тело подергалось и замерло Даррелл знал, он жив Пуля только раздробила ему позвоночник Теперь он никогда никого не обрюхатит И уж точно не подцепит спида Гребаный кобеленок до самой смерти Ничего не почувствует ниже спины Девица завизжала и припустила еще сильнее Пока не скрылась за углом Даррелл усмехнулся И продолжил путь, держась в тени На случай, если полиция его уже ищет Он миновал четыре дома Добрался до большого торгового центра На Маркет-стрит И зашел в магазин Сирс Там он бесцельно бродил Поглощенный мыслями о своих детях Вдруг до него донесся тонкий крик Из отдела игрушек Подобной истерике случалось ему Закатывали Джейк и Линда Когда желали получить что-нибудь Он же всегда сдавался в объятиях своих баловней В то время как другие родители Смотрели на него с жалостью и отвращением У них на лбу так и светился вопрос Почему отец не задаст хорошую трепку этим поросятам? Но в те времена он считал телесные наказания жестокостью А позже его дети, еще совсем подростки Забросили школу и пустились во все тяжкие Ночные гулянки, выпивка, наркотики, драки, секс, воровство И когда один наконец угодил в тюрьму А другая стала шлюхой-наркоманкой И сдохла от передоза После того, как ее отымела половина подонков города Только тогда Даррел осознал Что истинной жестокостью была его мягкость к детям На все его увещевания они затыкали уши И теперь он потерял их навсегда И вот крик ребенка, требовавшего у замученной матери Очередную игру для PlayStation Мысленно вернул Даррела в те времена Воспоминания забурлили в нем И ярость стала рваться наружу Не отпуская ноги матери Маленькое хамло истерично орало, рыдало и материлось Пораженный Даррел видел, как эта рыжеволосая тварь Сжав ручонку, ударила мать в живот Хотору не больше пяти лет А малец уже вертел родителями, как ему вздумается Хочу, 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 хочу Прекрати, велела мать Ее голос дрожал Она дошла до точки Еще чуть-чуть и сломается А меж тем рыжий демон бросился на пол И принялся дрыгать ногами, как перевернутый таракан Он тоже думал, что мир движется вокруг него И что любое желание тотчас исполнится Надо только вовремя выдать парочку крайне истеричных визгов Но каждый миг истерики мог обернуться для него позднее Еще одним днем в тюрьме, наркотском притоне или на панели Да ему срочно требовался урок Целый магазин уставился на вопящую маленькую тварь и его мать Все ждали, когда та придет в себя И сделает, что полагается Утихомирит сына, отшлепает его Однако напрасно Если его и накажут, то весьма не скоро Как раз когда наказание станет для него бесполезным Время тянулось, мать начала сдаваться И уже готова была вот-вот уступить капризу сына Но в последнем отчаянном усилии повлиять на ребенка Отчего она давно отказалась Горе-мамаша пригрозила ему Татьчас окружающий и сам мальчишка догадались Битва окончательно проиграна Мать сказала сыну Вот погоди, папа вернется домой Мне позвонить папочке? Затем все поняли, что антракта в этом нудном спектакле Не предвидится Потому что женщина добавила Хочешь, чтобы тебя наказали? Внутри ударило, все перевернулось Что, черт побери, случилось с родителями? Он тоже пробовал так говорить Да надо насадить на вертел и сжечь заживо того дурака Который придумал подобную увертку Ведь в ней и проявляется вся родительская ущербность Мальчишка ответил матери так, как можно было предположить Пошла ты! И смачно плюнул Он снова бросился на мать с кулаками Терпение Даррелла иссякло А женщина между тем стояла, воздев глаза к потолку И будто бы молила Бога спасти ее от собственного сына Тогда-то Даррелл, будто сказочный тролль из-под моста Устремился к ним из своего укрытия Злобный спиногрыз продолжал визжать и орать Даррелл оттолкнул женщину и наутмашь влепил мальчишке звонкую пощечину Тот упал так, что голова со стуком отскочила от плитки Истерика оборвалась Из рассеченной губы заструилась кровь Пораженный он поднял мутные глаза на Даррелла И задрожал под его свирепым взглядом Будто кролик перед распахнутой пастью волка Рыжая тварь теперь взывала к матери Даррелл снова наутмашь врезал ему На этот раз кулаком Ребенок полетел кубарем и ударился лицом о плитку Когда он поднял голову То на его физиономии уже красовался огромный черно-багровый синяк От щеки до виска А левый глаз заплыл Точно бы парень продержался на боксерском ринге 12 раундов Даррелл нагнулся и ткнул его в лицо длинным кривым пальцем Безумные глаза Даррелла Подобно двум искрящимся проводам жгли яростью Зайрешь еще раз Прибью Усек? Мальчишка кивнул Ошарашенный С открытым ртом он отыскивал через плечо Даррелла свою маму Та наконец-то опомнилась Что вы сделали с моим ребенком? Она бросилась на старика Замахнулась Попыталась вцепиться ему в лицо ногтями Мать рвалась отомстить за сына Даррелл развернулся Одной рукой схватил ее за горло и сдавил Пусть помолчит «Аш!» Аш! «Сказал он» и глянул на ребенка Тот уцепился за мать Даррелу пришлось изо всех сил сдерживаться, чтобы не искалечить женщину в своих тисках. «Почему они заводят детей, если не знают, как сладить с ними?» — подумал он и рявкнул мальчишке. «Проси прощения у матери за то, что не слушался ее и дурно вел себя в магазине! Проси прощения!» «Прости меня, мамочка!» — залепетал мальчик. Слезы хлынули по его щекам. «Если это повторится, я вернусь!» — понял. «Да-да...» Даррел отпустил женщину, и она сгребла сына в охапку. Мать и сын рыдали в объятиях друг друга, а Даррел тем временем направился к выходу. Там ему попалась миловидная светловолосая девочка лет трех с соской во рту. Она сидела в детской коляске. К коляску толкала грузная женщина, примерно ровесница Даррелла и, вероятно, бабушка этой девочки. Ее же мама, суть по внешнему виду, сама еще только-только вошла в пору юности. Приблизившись к ним, Даррел схватил коляску и перевернул. Девочка полетела на пол с такими неистовыми воплями, будто бы покусились на ее драгоценную жизнь. Даррел наклонился, вырвал у нее изо рта соску и присоединил к коллекции на своем ожерелье. Под крики матери и девочки он унес коляску с собой. «Чем скорее они поймут, тем лучше», – бормотал он, скручивая коляску в ком металла и пластмассы. «Та девочка выглядела даже года на четыре, значит ей давно уже пора топить на своих двоих и забыть про соску». «Чем скорее они поймут», – повторил он. Даррел вышел из торгового центра и зашвырнул изуродованное детское преданное четырехлетней давности в мусорный бак. Даррел задумался, не слишком ли он далеко зашел. Он убеждал себя, что воспитывает исключительно плохих детей для их же пользы, и что без него они покатились бы по наклонной. Однако он признавал, ему хоть немного, но нравилось наказывать детей. Наказывать, чтобы причинять им боль. Может быть, он стремился отомстить? А что, если наказывать нужно не детей, а родителей? Таких родителей, как он сам, которые упустили своих детей, в конец избаловали их. Может, мало учить одних детей, и стоит поучить их родителей? Дай-ка еще гладь, ну, мам. Даррел повернулся так резко, что едва не сломал себе шею. Вот ему живой ответ на вопрос. Перед ним мать и дочь. Обе в совершенно одинаковых, коротких, до невозможности обтягивающих голые сиськи майках. Обе в мини-юбках, до таких крошечных, что уверенно можно сказать, эти двое не надели трусов и недавно выбрали себе лобки. Обе курили и передавали друг другу бутылку Краун Роял. Девочке на вид не дашь больше двенадцати. Ясно, проститутки. Такие же, как его милая дорогая дочка Линда. Ее нашли мертвой на улице. Извен торчала игла, а из ее вагины еще сочилась сперма всех мужиков, с которыми она трахалась той ночью. Более дюжины. Даррел хотел кричать. Он разрывался от желания орать так громко, как только может. Родители ищут лучшей жизни для своих детей. Отцы и матери направляют детей, не дают им повторять ошибки, которые совершали их родители. А то, что делает эта мать, чудовищно. Ее следует наказать. Как она позволила собственному ребенку такое? Даррел хотел растерзать эту женщину. Он бы показал ее дочери, что происходит с теми, кто торгует собственным телом. Он потянулся в карман и сжал в одной руке охотничий нож, а в другой кольт. Чем скорее они поймут, бормотал он, следуя за ними. Малыш, может вернемся в мотель, расслабимся, пыхнем попоследнее и выгребим обратно, а? Как тебе? Круто. Мне как раз надо взбодриться. Че-то хреново. Да, давай взбодримся, зайка. Сегодня в городе большой тусняк. Клиентов на улицах будет пруд пруди. Значит, и бабла тоже немерено. Даррел почувствовал, как к горлу подкатила тягучая желчь. Он изо всех сил держался, чтобы не наброситься на них прямо сейчас. Нужно дождаться, когда они останутся наедине. Он шел за ними по темноте, след в след. Мать присела помочиться у тротуара, и Даррел успел нырнуть в кусты неподалеку. Вонь мочи, струящейся по сточной канаве, резанула ему нос. Внутри все перевернулось. На этот раз его вырвало. По счастью, те двое уже оказались достаточно далеко и не увидели, как Даррел упал на колени и выблевал завтрак в ту же сточную канаву. Потом он поднялся и вновь пошел за ними. Его трясло от ярости. Даррел думал о своей любимой дочери. Ее истерзанные анус и вагину покрывали бесчисленные кровоподтеки, соски изорваны зубами, спину, ягодицы, испещряли рубцы и порезы, горло посинело от удавок извращенцев. Даррел не верил, что его дочь умерла сама. Когда судмедэксперт сказал, что многие из синяков Линда получила уже давно и они постепенно заживали, Даррелу тоже стало плохо. Те синяки она заработала в разное время и от разных мужчин. Подарки ее профессий. И вот к чему шла та 12-летняя девочка, к чему ее вела мать, к жизни, в которой игла с героином или остановка сердца стали бы величайшей милостью свыше. Заскрежетав зубами, Даррел раскрыл охотничий нож. Девочка шла и все время оглядывалась, впивалась глазами в темноту, будто бы чувствовала, что там скрывается он. Вероятно, она делала так всегда и особенно под кокаином. Потом они свернули за угол, и мать принялась искать в сумке ключи. Они подошли к двери одного из захудалых номеров. Даррел тоже приблизился. Пьяные, обкуренные мать и дочь ввалились в номер. Они, конечно, не увидели, как огромный, незнакомый старик выпрыгнул из-за ближайшего автомобиля и бросился к ним. Даррел втолкнул их в комнату и захлопнул дверь. Он связал обеих скотчем, но оставил свободными ноги матери. Для нее он приготовил кое-что особенное. Рот ей затыкать он тоже не стал. Пусть дочь слышит ее крики. «Не трогай мою мать!» орала девочка. Потеки туши у нее на лице будто превратились в черные слезы, размазанная помада, в кровоточащие шрамы. Даррел по локоть загнал руку в истасканную вагину ее матери. «Пожалуйста, не трогай маму!» Даррел кромсал ее детородные органы и с каждым рывком внутри у нее что-то мокро-отвратительно раздиралось. Даррел сунул ей в прямую кишку бутылку краун-роял, где она раскололась. Он врезался в эту падшую тварь до тех пор, пока обе ее дырки не превратились в одну сплошную брешь, исторгающую кровавые потоки на пропитанной мочой ковроли номера. Женщина больше не кричала, только стонала. Она впала в забытье. Из распахнутых неподвижных глаз катились слезы. Слезы на ее лице окрашивались в коричневый, смешиваясь с дерьмом Даррелла. После всего он испражнился прямо на нее. «Ты этого хочешь? Хочешь кончить так же? Хочешь, как мама?» рычал он девочке. Та визжала. «Вернись в школу, берись за ум. А нет, устроил тебе ад пострашнее». «Чшрак!» Из-за стерзанного нутра женщины Даррелл вытянул руку, всю в крови, дерьме и ошметках плоти. Даррелл скривился, поискал, где можно ее вымыть и ушел в ванную. На полу, залитым кровью, стенали мать и дочь. Из ванной Даррелл вернулся с раскрытым ножом. «Смотри, девочка, как поступают с блядями». Даррелл, схватив женщину за волосы, перевернул на спину, сел сверху и принялся отрезать ей грудь. Та снова заорала. Даррелл оттянул ее грудь и вгрызься в тело ножом до самых ребер. Он кромсал ее и кромсал до тех пор, пока начисто не оторвал грудь. Он орудовал ножом около часа. Стены крошечного номера сотрясались от души раздирающих криков. Мать девочки извивалась и дергалась. Даррелл сделал круговой надрез у нее на лице и принялся сантиметр за сантиметром сдирать с нее кожу. Когда он, наконец, собрался уходить, то взял себе лицо, вагину и груди, той, которая прежде считалась женщиной. А на полу, в море крови, остался корчиться и орать выпотрошенный, на еще живой труп. Что касается девочки, до нее он даже не дотронулся. Не было никакой необходимости. Бросай улицу, возвращайся в школу, начни человеческую жизнь. Или я приду к тебе снова. Она все поняла. Когда он вышел из мотеля, перевалило далеко за полночь. Улицы города кипели жизнью. Даррелл предельно устал, его тошнило от людей. Единственное, чего он хотел, добраться до дома. День сегодня выдался более чем насыщенный. И он, наконец, выдохся. Сколько детей надо еще спасать. А он один. Его дом на краю города. До него идти, идти. Он быстро шагал, мечтая о том, как устроиться под одеялом с хорошей книгой и чашкой чая. Он старался по возможности держаться в тени. Знал, копы будут искать его. А он не такой уж незаметный. Он и не взглянул на машину, полную детей, которая тащилась рядом с ним. Не взглянул, пока дети не выскочили и не бросились на него. Да, это он! Хрипленько донеслось из окна. То был маленький курильщик Джоуи. Парень постарше выпрыгнул из машины и врезал Дарреллу, битой по голове. Раздался громкий треск. Даррелл растянулся на земле. Ты чуть не прикончил моего брата, ебаный мудак! Все случилось так быстро, что Даррелл не успел выхватить оружие. Дети прижали его к земле, обшарили карманы, отобрали нож, револьвер и принялись избивать. Ботинки, кроссовки, биты и что-то вроде железной трубы все обрушилось на него, все дробило. Его лицо, ребра, голову, руки, колени. Даррелла забивали насмерть. А в беспамятстве он почти не понял, что его всего облили чем-то вонючим, похожим на бензин. А потом он горел. И сквозь собственные крики он слышал, как безудержно хохотали дети. Они никогда не поймут. Джоу и вместе со старшим братом Майком пробрались в дом через окно подвала и на цыпчках, чтобы не разбудить родителей, прокрались на второй этаж в свои спальни. От ребят до сих пор несло дымом и бензином. Оба юркнули в кровати и попытались выбросить из головы того старого бродягу. Попытались забыть, как он кричал, объятый пламенем и дымом, как шипело, будто жир на сковородке его кожа, сползая с черепа. Но только Джоу и решил, что справился, сумел, наконец, заглушить жуткие крики у себя в голове, скрипнула задвижка окна. И та самая вонь паленой свинины, которая повисла в округе после учиненной ими кремацией, ворвалась в комнату и ударила ему в нос. Он открыл глаза. К нему, заслоняя свет луны, приближался обугленный череп Даррелла. Но старик же умер. Умер к тому времени, как они бросили его догорать и разбежались. Джоу и вперился в старика. Он действительно умер. К мальчику приближался безглазый череп. Сквозь его обгоревшую плоть на Джоуи сверкали зубы. Он видел, что некоторые почерневшие ошметки пристали к черепу, а другие рассыпались пеплом по полу. К мальчику приближался мертвец. Джоуи хотел заорать, но старик так сжал ему горло, что тот не выдавил ни звука. Обугленные пальцы Даррелла щелкнули зажигалкой. Пламя приблизилось к лицу мальчика. Джоуи пойми, шутить с огнем нельзя. Джоуи снова хотел заорать. Сумасшедший мертвец направил пламя зажигалки ему в правую ноздрю. Ноздря задымилось. Джоуи корчился, извивался в кровати, но Даррелл крепко держал его. По крайней мере, мальчик усвоил хотя бы один урок. Он понял, что в мире есть боль. Он ее испытал. Теперь мальчик знает, он вовсе не бессмертен и за каждый поступок нужно отвечать. Следующие уроки займут больше времени и окажутся для него куда болезненней. Но как раз времени у Даррелла отныне хоть отбавляй. Ведь мальчик должен понять. Даррелл не позволит ему встать на кривую дорожку и закончить жизнь в тюрьме, как это случилось с Джейком, сыном Даррелла, которого приговорили к смертной казни за убийство наркобарыги. Нет, Даррелл как следует научит ребенка. Старик поднес пламя зажигалки к его веку и удовлетворенно улыбнулся, когда кожа навеки задымилась и лопнула. конец рассказа эксклюзивный перевод Жени Дарк текст читал Владимир Князев аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора.